всем привет добро пожаловать на канал записки архивариуса и сегодня из архива из гитаро хранилища я достал вот этот бас фернандес фрб 42 то есть принципе достаточно распространенный бас я думаю подозреваю что обзоров рассказов про него более подробных в интернете найти можно но поскольку он есть у меня в коллекции то соответственно надо поставить галочку что я тоже про него рассказал начнем с того что такое фернандес да команда компания фернандес это японская компания которая была создана 25 февраля 1969 года в качестве называлась на изначально сайта musical instruments и в семи втором году она процессовала три года с таким названием и 1972 году она была переименована собственно говоря фернандес или фернандес соответственно ключевым лицом этой компании является сейчас скажу акира или джима не знаю правильно я сказал японскую фамилию акира или джима вроде бы так расположена компания ее штаб-квартира в городе ниица ниизо опять же не и ну не и зато это ниизо или ниицу если правильно знаете как она по-русски звучит это название города в комментариях напишите а а изначально гитара как сначала саито потом фернандес занимались тем что они производили гитары ну классические гитары фламенко вот это вот акустику вот это вот вся вот акустические вот потом соответственно перешли на изготовление электро бас-гитар усилителей и различных там аксессуаров в том числе на самым известным их изобретением является такая штука как не помню правильно называется infernal sustain как то так то есть то есть эта штука встраивалась в корпус гитары за счет магнитами позволяла очень почти что бесконечный sustain то есть почти что бесконечное колебание струны поддерживать человек извлекал ноту как бы и вот эта магнит магнитная история на эту струну в общем есть такая штука еще электронный смячок ибоу вот она такого же плана только она встроена в гитару ибоу тут можно прикладывать к струне но тем не менее здесь вот этой штуки нет и просто я так уже рассказываю чем она известна помимо собственно говоря гитары бас-гитар под маркой фернандес фернандес компания также выпускала электрогитары бас-гитары под маркой бёрни в основном это бёрни это был у них один бренд который занимался изготовлением копий гибсонов то есть бёрни лес пола достаточно известная такая история на наших советах с просторах в общем неплохие лес пола делал а 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 в начале своего существования гитары под маркой ферна ну сайта фернандес изготавливались изготавливались а на мощностях производственных такой компаний как кавай и гитарс но потом она выросла расширилась и собственно говоря появились у нее собственные производственные мощности том числе они потом поглотили какие-то другие ряд компаний в общем в итоге вот мацумока дайна гаки такая это по-моему все сейчас принадлежит вот эти все бренды и все их производственные мощности они все по-моему если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня принадлежат по сути фернандо фернандесу фернандесу и знать начинали они естественно с из изготовления копий различных американских инструментов но потом начали выпускать собственные модели более того потом какое-то время они кстати работали совместно с фендером и выпускали копии фендеров под до скажем так по лицензии собственно говоря фендера ну как бы и то ни было вот к этому басу это не имеет никакого отношения собственная разработка фернандеса из 80-х тире 90-х годов и вот про нее сейчас и поговорим то есть это бас-гитара фернандес 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 но я фернандесом называю более привычно фернандес frb 42 что себя представляет вот такой вот корпус корпус сделан из липы и с красивым вот сложно сказать что это это либо шпон волнистого клёна либо вообще фотофлейм в разных описаниях по-разному но чем как бы это не настоящее дерево это просто декорация да то есть это либо фотофлейм ну то есть по сути просто наклеенная фотография так скажем до красивого под лаком красивого дерева либо это шпон красивого дерева поверх корпус который сделан из липы то есть корпус здесь липовый бас вуд в общем-то по названию для тех для теоретиков тонн вуда название липы это бас вуд басовое дерево естественно сделать бас из басового дерева это самое как бы самое правильное что можно сделать так вот скажем да с задней стороны бас покрашен в черный черным цветом черную краску черный цвет черной краской так правильно будет сказать да гриф крепится на четырех саморезах через втулки гриф значит кленовый а накладка накладка на гриф из красного дерева не знаю из какого то есть это не палисандра это какое-то красное дерево какое ну блин я не знаю я не специалист то есть там краснуха какая-то по виду голова грифа ну вот такую форму тоже сложно про нее сказать голова и голова да голова не имеет наклона к корпусу то есть это единый один один большой кусок клена то есть без склеек без наклонов все просто просто и соответственно чтобы обеспечить прижим струн к грифу то есть здесь такой вот ретейнер на двух саморезах который прижимает до 4 колка с хорошим передачным числом ничего сверхъестественное но и какой там бога это самый нормальные колочки то есть все работает все то есть в целом вообще инструмент нормальный то есть из него от него нельзя ожидать какого-то сверх чего-то сверхъестественного потому что ну а что вы сверхъестественного ожидаете от в общем достаточно бюджетного бюджетной линейки этих басов фрб это достаточно бюджетная серия ну бюджетная тоже конечно бюджетная бюджетная рознь это не бюджет который там за пять за шесть тысяч рублей угнали в свое время там китайцы в россию это бюджет как бы по карману японцев бюджет вот ну ладно мы сейчас не про деньги мы сейчас про принципе вполне нормальный рабочий такой рабочий инструмент рабочая лошадка то что это принято называть и 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 Что мне здесь очень нравится, это вообще в принципе тема, которую использую на самом деле на советских гитарах много, и почему-то это не стало стандартом, хотя это дико удобно по сравнению с общепринятым выводом анкера в голову грифа под какую-то вот залипушку, которую надо отвинтить между струн, там как-то засунуть ключ, который там струны будут мешать его крутить, то есть надо струны ослабить, целый геморрой, там большое натяжение между порожком и колками, в отличие от основной мензуры. А здесь как бы да, здесь гайка анкера с нижней стороны, гайка под шестигранный ключ, соответственно для вставки вот такая вот, пазик пропилен, туда вставляем ключ, крутим анкер, прям блин, ну, я не знаю, если не идеально, то очень удобно. По мне вообще идеальное решение это вывод гайки именно в пятку, хотя если честно, сам мне то, что я делаю, я в основном вожу все-таки в голову, просто потому что все выводят из серии, хотя вот самому мне нравится вывод гайки в пятку, и еще как бы если еще гайка, она такая под вороток, не шестигранник, но это бог с ним. В общем, короче, анкер выведен в пятку. Количество ладов здесь 24, лобы, в общем-то, со следами из носа, но как бы терпимо, то есть можно играть еще, то есть еще играть достаточно долго. По схеме здесь у нас два джаз-басовых сингла, три ручки, том, соответственно, бриджевый датчик, громкость бриджевого датчика и громкость, соответственно, негового. В общем, все просто, как будто это кошки родятся, а не бас-гитара. Бридж тоже очень простой, стандартный, мы его видели тысячу раз, я не знаю, рассказывать про него что-то подробное нечего, то есть стандартный гнутый уголочек с подпружиненными седлами для струн, седла такие бочочки, бочоночки, в них шестигранником можно крутить, поднимать, опускать, выстраивать высоту струн, все. Все просто, а, как говорится, все гениальное просто, то есть совершенно обычный, привычный всем нам бридж, который мы видели там тысячу, а если может быть даже больше раз. Ну и достаточно простые антабочки, но антабочки как раз вот из тех, которые я не люблю. Ремень с них, в принципе, достаточно слетает, то есть это вот форма, которая такая вот рюмочка, так называемая, да, то есть с них ремень слетает, в общем, достаточно просто, поэтому лучше его, конечно, укреплять там дополнительными резиновыми штучками, прокладочками, стреплоками. Выход, соответственно, на торце грифа, соответственно, тоже все очень просто, с задней стороны, как бы, крышка темброблока. Темброблока. Вот, рассказывать, наверное, про этот баз просто больше нечего. Про саму фирму Фернандес я рассказал, про этот баз я рассказал, поэтому будем прощаться, ставьте лайк, если вам понравилось баз, если вам понравилось видео, если вам понравился я, если вам понравилась моя футболка с Пэтом Джаблонский, который сделал шатаут, первый шатаут в истории Тампы Бэй Лайтнинг, это вот фотография именно этого момента, фотография Джона Хайта, это отдельная история, просто я не забываю, что у меня вторая часть канала еще формально хоккейная, поэтому вот в этом плане у меня отвечает за эта футболка. Ставьте лайк моей футболке, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вас уведомляли. По-моему, я сказал, а, пишите в комментариях, да, обязательно пишите в комментариях. Хотите порекомендовать, тоже напишите в комментариях, что мне можно сделать лучше в рассказах про гитары из своей коллекции. В общем, как бы то ни было, на этом все, да пребудут с вами гитары.